всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале сегодня хочу сделать расклад который предложила алена головина называется он какую потребность я закрываю табакокурением обычно я не делаю такие точечные расклады точечные я имею ввиду для малого количества людей до которые вот как-то сценарий их не охватывает не потому что мало людей курят просто потому что мало людей действительно хотят осознать причину и бросить курить но все же я решила этот рассказ сделать по какой причине объясню то есть любая зависимость любая привязанность которая у вас существует с ней без толку бороться нужно как и все в этой жизни осознавать до тех пор пока вы не осознаете вы не избавитесь от какой-то привычки и причина заключается в том что даже если вы закодируете с примеру если вы страдаете алкоголизмом то и при этом не поняв в чем ваша потребность она может уйти допустим от алкоголизма и пойти в табакокурение тебя табакокурение пойти в зависимость в сахара то есть потребность она так или иначе сама себя реализует а она будет компенсировать по другому поэтому очень важно осознание именно по этой причине я все-таки решила сделать этот расклад и действительно разобраться в чем же потребность у людей которые курят не для того чтобы вы там бросили или нет это ваше собственное решение иногда очень знаете не то что я пропагандирую до чтобы люди курили алла иногда бывают такие моменты что лучше чтобы вы курили до чем как-то по-другому себя разрушали почему потому что если из двух зол до выбирать наименьшее то наверное но вот курение будет наверное меньшим злом чем я не знаю алкоголь либо как какая-то другая привязанность вот но в идеале конечно же быть здоровым но выбор за вами итак моя задача лишь показать в чем ваша потребность так и еще один момент прежде чем мы приступим я скажу позиции 1 2 3 голубенькие красненькие зелененькие камешек описание позиции есть тайм-коды позиции есть в описании к раскладу вот почему сбилась потому что краски прописание хотела сказать что почти в каждом видео я говорю о том что вся информация обо мне есть в описании это значит что есть список раскладов которые у меня есть на канале зайдите посмотрите прежде чем что-то предлагать есть у меня очень много раскладов как правило то что вы предлагаете процентов 80 я уже дело я их переделывать не буду по причине того что мне не интересны повторы если вы их уже смотрели выберите другую позицию в любом случае не за того что мы всегда смотрим в разных состояниях расклады мы всегда услышим что-то новое один и тот же расклад если вы будете смотреть раз в месяц но в другом состоянии вы всегда будете слышать что-то новое новое выражение новое какое-то слово что то вас по-новому зацепит потому что вы меняетесь до информация она может быть одна но она многогранна вы можете смотреть на нее по-разному поэтому и сказать его именно по этой причине я не делаю повторные расклады это один момент и всегда найдутся люди которые будут задавать мне одни и те же вопросы обучаете вы или нет как понять сколько это стоит и так далее вся эта информация есть в описании пожалуйста немножко пошевелитесь и сделайте какие-то дополнительные действия нажав на кнопку и почитав описание а не писав мне на почту или не а как вам прийти на обучение либо как вам записаться на консультацию есть эта информация и специально создавала для того чтобы как раз не было этих вопросов ну я так предполагаю что люди которые пишут это новые люди вот поэтому они эту информацию не слышат ну мне так хочется и так я надеюсь вы определились с позиции мы с вами приступаем голубенький камешек первая позиция какую потребность я закрываю табакокурением была карта императора которая говорит о том что вы не умеете расслабляться вот сигареты как раз таки они дают вам возможность расслабления на вас очень много ответственности неважно вы ее самостоятельно берете до либо кто-то вам передает эту ответственность но однозначно мне идет такая энергия говорящий о том что человек очень напряженный очень серьезно ну по крайней мере в социуме должен выглядеть как-то статусно как-то серьезно человек который не позволяет себе расслабиться может быть место такое на работе очень важное очень ответственное да когда за всем нужно наблюдать контролировать да здесь идет возможно подписание договоров лига либо переговоры какие-то очень серьезные одним словом такое знаете напряжение вот я говорю и у меня какая-то речь такая не не складная какая-то отрывистая до прерывная почему потому что такое вот ощущение да что человек все время как-то вот вот кулаком по по столу да все время надо отстаивать свою позицию кому-то что-то говорить возможно иногда бывает так что кричит человек не расслабляется очень напряженная где-то очень много раз надо кому-то объяснять кому-то доказывать что-то рассказывать причем здесь понимаете здесь позиция руководящего человека какого-то да либо у вас свой бизнес но в любом случае здесь присутствует напряжение и вот из-за того что здесь знаете как происходит из-за того что вы очень сильно напрягаетесь и не можете расслабиться у вас идет неправильное дыхание и вот как раз таки вот эти вот затяжки да когда вы курите они имитируют вам вот это вот размеренное дыхание вы расслабляетесь вы как будто бы сбрасываете стресс именно через курение ну как будто бы вас как-то обволакивает немножко затупляет мозг до работу мозга чтобы не было так быстро вот этих вот мыслей до ощущение того что ритм он замедляется то есть вот вот это вот ваша потребность в расслаблении в размеренности восстановки она как раз таки покрывается сигаретами плюс очень много энергии вот этой вот активный как будто вы знаете надо придержать придержать узды правление как-то вот себя затормозить и сигареты они как будто бы вам сжигают какое-то определенное количество энергии чтобы вас так не распирала как тяжело здесь вы работаете в какой-то системе в какой-то структуре прям очень много ответственности а либо у меня здесь такое ощущение что либо вы мужчина как-то вот глава лидер да либо в семье либо на работе либо если вы женщина то здесь такие вот позиции как главный на главный в доме главный на работе вы не не простой рабочий даже если предположить что вы допустим разнорабочий опять-таки на вас вот какая-то очень большая ответственность да то есть разгрузить договориться с поставщиками отдать клиентам вот здесь очень много разговоров очень много коммуникацию очень много общения знаете здесь еще такое ощущение идет до что в роду у вас были курильщики кто-то может даже очень много курил и мне показывают знаете желтые пальцы у кого-то либо ногти вот как-то конечности а кто-то может быть остался без пальца от как-то вот ампутировали не знаю почему в чем человек был правша потому что сигарету держал в правой руке но при этом не перестал курить с такой очень взрослый мужчина хорошо в чем еще ваша потребность все великие арканы выпали 4 картой 4 великих аркана говорит о том что вы такой знаете непростой человек по судьбе я человек непростой в контексте чего в контексте того что на вас очень много действительно ответственности здесь есть желание как-то сбросить свой прошлый опыт вот этот вот груз но чувство того что даже если бы была такая возможность до делегировать кому-то своей ответственности и вы допустим создали заново дали по устроились на новую работу вы бы все равно взяли на себя опять таки вот эти вот ваши лидерские какие-то качества бы их проявили есть такое чувство что вы как будто бы осознанно такую работу выбираете для себя хочется здесь облегчение вот потребность такая знаете вот какого-то вот обновления через сигареты как будто бы вы обновляете свою энергию как-то вот какое-то облегчение не обновление даже облегчение идет причем кто-то курит такие достаточно длинные сигареты slim ну тонкие и длинные белого такого цвета полностью я имею ввиду фильтр уже белого цвета а коробка синяя синяя длинная здесь вот как-то знаете а кто-то вот то что я писала до сигаретами то было ли женщина а вот мужчины здесь предпочитают в трубке в трубке курить ну то есть уже как у назвать стабак в трубку не не сигары не сигареты а именно в трубку даже не крученные а вот именно в трубку деревянная такая трубка интересная хорошо что вам делать вот просто как не знаю три карты вытащу что скажешь что ты скажешь что сделать вот здесь как раз таки идет осознание да вот этой вашей привязанности здесь выпадает карта прошлого говорящий о том что как будто бы вам не хватает какой-то чистоты душевная имею ввиду про состояние я всегда говорю про состояние я не говорю о действиях а вот здесь вот какой-то знаете чистоты и облегчение чувства как будто бы вам необходимо с кем-то поговорить вот не то чтобы поговорить на чистоту а по душам причем это человек как-то из прошлого либо вам нужно вернуться как-то в прошлое либо вы возвращаетесь в прошлое что-то есть в этом прошлом что вас связывает понимаете какое-то вот удовольствие это удовольствие связано с с тем что в какой-то вот причина того что вы начали курить это был тот момент когда вам нужно было в прошлом принять какое-то решение да и вот вы были не уверены в чем-то и вот это был первый момент когда вы закурили то есть вот этого состояния неуверенности да когда я определяюсь нужно мне это или нет вы как-то как это компенсировали свою неуверенность дать через сигарет она как-то вот вам придает больше уверенности удовольствие какое-то да вы от этого получаете а я не знаю может быть здесь кто-то самоутверждался если мы говорим о подростковом возрасте более ран раннем юном возрасте да то здесь вот какое-то вот самоутверждение до удовольствие часть получала удовольствие не от сигарет а то что в конечном итоге шло за этим то есть почему-то какая-то вот компания да и вот я как-то самоутверждаюсь да я как будто бы получаю удовольствие в этой компании только потому что я курю вот здесь вот сигареты как-то вот и у вас это в памяти как-то записалось что сигареты они дают какое-то вот удовольствие да то есть у меня уходит неуверенность вот здесь вот вопрос уверенности и оценивание себя он это убеждение которое всплывает но а в общем если говоря здесь когда у вас появляется как раз таки очень сильные страхи вот тогда вас очень тянет ну вот как раз таки страх может быть связан и соответственностью нужно работать да если мы говорим о потребностях работать со страхом причем знаете страх именно становление себя как-то самооценка это связано до что я могу вот когда у вас наступает периоды какие-то ответственные и вы не уверены в том что сможете что у вас получится что вы выиграете какое-то дело до какой-то разговор договор и возможно что тогда вот в этот период вас очень ярко вот это ваша неуверенность да она очень ярко проявляется и вот сигареты вас успокаивает поэтому поймите вот этот вот вот эти вот свои убеждения которые крутятся вокруг этого страха не вот и работайте со своей самооценкой на в чем самооценка я не такой да и не такой меня не получится здесь как-то устаканится в себе быть почувствовать эту уверенность нужно хорошо позиция номер два красненький камешек какую потребность двоечки покрывают здесь идет какой-то знаете вот чувство стабильности скорее всего мне показывает как когда вы курите да когда вы чувствуете что вот происходит что-то что вы теряете стабильность либо когда вы боитесь что-то потерять какой-то вот стабильность фундамент материальную когда идут какие-то разрушения когда наступают неожиданные моменты и вы не можете ну не успели подготовиться либо не знаете как себя повести да причем это связано с коммуникацией связано как-то сообщение вы у вас как будто бы выбивает почву из-под ног и вы не зная как среагировать да как себя повести вот от этого ну как-то не подготовленный до неожиданная ситуация как когда складывается вы начинаете во-первых закрываетесь в себе и вот здесь начинается вот этот момент размышления да как вам быть что вам делать и вы начинаете курить не потому что вы как-то вот философствуете ситуации да а это вот как-то реакция на то что что-то неожиданно произошло и я могу потерять я и не умею кстати договариваться говорить как-то о своих желаниях и здесь вот как неожиданность какая-то да как реакция на что-то знаете вот когда ты сидишь там думаешь о чем-то своем вдруг неожиданно кто-то подкрадывается да сзади и пугает вот это вот знаете вот вздрогнул и сердце быстро забилось и ты не знаешь как отреагироваться отреагировать ну то есть что-то сказать этому человеку да наоборот промолчать улыбнуться вот какая-то такая вот шоковая ситуация и вот в этот момент замирание да вам почему-то хочется закрыться в себе и здесь появляется желание закурить что здесь потребность здесь как будто бы знаете защита ощущение того что вот сигареты они дают вам вот это вот расслабление и вы чувствуете себя защищен вам не хватает какой-то вот защиты да вы чувствуете себя в опасности да нету чувство безопасности здесь идет какая-то чувствительность и ранимость знаете вот как маленький ребенок который все время нуждается в том чтобы о нем позаботились да чтобы кто-то защитил его откуда здесь намного глубже ситуация здесь кажется у кого-то есть какие-то нервные срывы либо либо нервные тики знаете вот глаз подергивает у кого-то правой вот какие-то такие привычки но связанные с нервной системой может кто-то здесь заикается и вот здесь чувство какой-то вот уязвимости и поэтому человек когда курят он расслабляется то есть напряжение уходит но здесь вот именно напряжение оно связано с тем когда вы чувствуете свою какую-то уязвимость вы очень остро реагируете на слова на комментарии на критику в первую очередь вы сами себя как-то критикуете особенно если у вас действительно либо в детстве может быть были какие-то проблемы вербальные ну там я не знаю заикание либо вы не проговариваете букву РО либо еще какие-то вот проблемы да кто-то занимался может быть с логопедом если вы достаточно взрослой и не было такой возможности да в детстве раньше не занимались родители с детьми то чувство такой знаете какой-то несостоятельности вот что-то такое не как у всех и это вам так кажется вы очень резко реагируете на это у меня такое ощущение что здесь знаете когда вы хотите донести какую-то информацию вот вам легче если бы эта информация была бы как-то вот в песне то есть вы бы не говорили а пели ну вот люди которые обычно заикаются они когда поют у них нету этого и вот здесь вот как-то знаете через песню как-то мелодично должно быть почему потому что мне здесь как будто бы решение показывает что сигареты вам помогают в этом случае да как-то с дыханием и а когда вы поете у вас правильно работает диафрагма как-то вот правильно вы дышите и вот нету вы чувствуете себя иначе нету вот этой вот уязвимости что здесь за убеждение здесь какое-то вот убеждение есть убеждение что у вас как-то буду все время осуждается что я не могу понять за что вас здесь осуждают как-то вот знаете вот за все идет какое-то порицание причем это из детства да особенно если вы стояли как-то на горохе на сухом почему-то я вижу здесь какое-то наказание вот воспоминание вот этой уязвимости оно осталось тогда когда вы знаете вот был какой-то случай когда прям очень сильная истерика была у ребенка не мог остановиться а вот это когда ты плачешь и прям аж ну это истерика называется я вижу ребенка прячет плачет захлеб и он никак не может остановиться его ничего не останавливать ничего не может успокоить ни какие-то теплые слова не объятия ничего вот он как-то как мы говорим знаете вот пророло вот здесь вот как-то такое и вот это как-то запечатлилась вот это вот рано она как-то очень сильно запечатлилась какая-то вот обида связанная с этим либо испуг очень сильный либо обида и вот в такие в в неожиданных ситуациях да когда что-то получается разрушение когда вы теряете землю из-под ног когда здесь что-то такое неожиданное происходит и вы не знаете как себя повести и вот тогда вот этот вот сценарий механизма начинает работать у вас появляется вот это вот потребность курению что здесь сделать можно с этой потребностью ну солнце императрица что можно сделать хочется сказать любить себя и радоваться да вот здесь вот чувство вины вот мне идет я не могу здесь понять здесь вот какое-то вот чувство вины вот его нужно проработать да здесь радости не хватает веселья не хватает вот не умеете вы радоваться вы не знаете как это радоваться нету вот этого счастья и отсюда нету состоятельности здесь здесь знаете ощущение как бы вы не заслуживаете этого всего да то есть счастье есть вы его знаете но она не для вас как будто бы и поэтому нету уверенности да какой императрицы да то есть умение наслаждаться чувствовать себя уверенной чувствовать себя вот как-то роскошно и богата и прям ну ценить себя уметь себя преподносить нету этого здесь надо с этим поработать здесь две травмы вина и обида вот если это проработаете окей если не будете прорабатывать лучше не бросайте курить почему потому что это бросите и она у вас во что-то другое перейдет ну сублимируется обязательно в чем-то другом лучше разбирайтесь с этим так это была вторая позиция мы с вами переходим в позицию номер 3 что-то сегодня прям чувствую как-то я не знаю как это объяснить вот этого состояния как будто бы знаете кто играет на музыкальных инструментах я не знаю как он называется этот прибор который отсчитывает темп да туда-сюда туда-сюда не маятник а вот он прям показывает ритм как нужно работать да особенно есть там ударники либо не знаю на пианино вот ритмы отсчитывает и вот у меня сегодня вот такая вот речь и она связана с тем как раз таки вот с дыханием да вдох выдох вдох выдох то есть ну причем это как-то вот резко идет я не могу понять с чем это связано прям уже вторая позиция вот речь у меня какая-то такая отрезанная прям как будто бы вот молоточком отсчитывается ритм какой-то блин не могу понять с чем связано ладно какую потребность вы закрываете давайте посмотрим троечки ну тройки как обычно понеслись понеслись желание идти вперед желание двигаться да к своим целям и сразу выпадает повешенный то есть ну невозможность двигаться невозможно двигаться почему причине того что нужно понять что не так надо двигаться здесь очень жесткое движение здесь очень порывистое какое-то вот мечевое агрессивное дерзкое может быть даже иногда хамоватое не не управляемая энергия такая знаете вот когда выпустили лошадей до которых долго долгое время держали в загоне и вот они понеслись неизвестно куда причем знаете всем стадом и если это не не управляет да то есть все что будет на пути этого табуна оно все будет сноситься то есть с одной стороны есть желание есть вот этого движения я не умею этим управлять и я чувствую себя либо что-то сдерживает здесь в повешенном какая-то остановка я поняла это прерыве вот отсюда у нас прерывистое дыхание у вас дыхание какое-то такое знаете резкий выдох и глубокий вдох то есть вот так а я поняла но знаете с чем это связано вот глубокий вдох и резкий выдох это с тем что как-то вот отдать вы не можете то есть потенциал есть большой а отдавать вы не умеете наполняться вы наполняетесь ну то есть вдох это всегда про принятие а выдох это всегда про отдачу здесь получается что наполнять вы себя наполняете а отдать это не можете и здесь вот это вот такая вот энергетика причем вдох у вас водный какой-то вы знаете стихия воды эмоциональное такое мягкое прям приятное комфортное а выдох он очень резкий он прям такой вот воздушный а воздух и вода это разные стихи но они не дружелюбны между собой когда очень много воздуха да вода замерзает лед в лед превращается а лед он может и обре порезать да то есть вы можете порезаться об об лед либо даже ожог может произойти да если лед очень такой ну замерзший холодно и вот здесь вот получается так что вы сами себя как будто бы раните и поэтому курение да здесь какая-то вот потребность да себя с одной стороны как-то наказать а и вы курите а с другой стороны вы как будто бы вот эти вот все свои мысли которые не можете реализовать все свои желания которые не можете реализовать и вы их как будто бы держите в замерзшем состоянии да и как будто вы в тюрьму сажаете да в какой-то вот холод на то чтобы ну вот это заморозить до какого-то определенного момента у кого из вас руки холодные руки холодные мерзнут и пальцы на ногах мерзнут не потому что сейчас зима а вообще это свойственно а летом руки потеют очень сильно у кого-то причем достаточно активный человек а прям вот дыхалка может быть у кого-то проблемы либо сердечно-сосудистые давление у кого-то очень высокое еще потребность вы покрываете сигаретами ну вот вы была умеренность и верховная жрица вы как будто бы останавливаете себя здесь даже не 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 про то что есть потенциал да какой то а вот вы как будто бы себя сдерживаете вы себя как будто бы останавливаете почему ну а дальнейшего развития нету гармонии почему нет гармонии потому что вы боитесь шансов которые вам дадутся очень сильный страх почему вы боитесь знаете как то здесь за финансовый аспект вы очень сильно боитесь и за стабильность может быть за деньги какой то знаете вот опоры под ногами не чувствуете нету гармонии поэтому чего вы так боитесь как то все медленно идет либо вы вам не нравится что развитие у вас идет медленно либо наоборот вам нужно как-то замедлиться такое ощущение что не понимаю здесь как-то я не вижу связь но я вам скажу может быть вам будет понятнее это же ваша ситуация просто я не понимаю почему они здесь показывают то что какую-то вот монотонную работу то ли вы делаете монотонную работу то ли наоборот вот это вот монотонная работа она как-то вас замедляет ну то есть компенсирует вашу какую-то подвижность вашу огненность либо вам это необходимо вот какая-то стабильность да вот постоянство терпения мне вот так вот знаете вот показывает что ритм какой-то должен быть да что все должно быть стабильно и я не могу понять то ли вам это не нравится то ли наоборот вам это не хватает необходимо вашей жизни какую потребность здесь вы закрываете ну финансовую 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 какую-то вот стабильность и расширение да что-то построение создание чего-то чего-то что может вам в дальнейшем приносить какие-то доходы чтобы вы успокоились что здесь за убеждение да то есть ну какая связь остановки вот что-то я здесь действительно реально не могу понять какую связь то есть причем здесь остановка да движение и стабильность ну я не понимаю я не понимаю убеждение здесь о том что легко ничего не бывает да все как-то вот вам достается каким-то трудом очень тяжело все идет и то ли помощи какой-то не хватает то ли прям вот эти вот препятствия сложности может быть период такой сейчас до полоса какая-то такая что она вас уже достал может быть ограничения до связанные допустим с карантином и они как-то вас очень сильно напрягает может быть период когда много дел которых нужно реализовать много чего нужно сделать и вот вас как будто бы разрывает на маленькие кусочки и а хочется уже как-то вот увидеть каких-то своих результатов может быть результаты которые вы видите они либо достаются вам большой ценой либо вы они либо каким-то образом не удовлетворяет да здесь вот выходит разбитое сердце скольп потеря утрата здесь нужно идти в новое знаете как-то но планируя его а а вам это скорее всего не свойственно то есть вам свойственно пришла какая-то мысль и сразу ее нужно реализовать а здесь вам показывают да я поняла значит вам показывают здесь что вам прежде чем действовать да нужно все подумать надо выстроить какой-то план и идти поступательно да для того чтобы вот прям четко обозначили результат который вы хотите получить дело в том что вы несетесь и вы не видите с этих результатов и вас это не удовлетворяет а вам надо быть более размеренным более спокойным более сдержанным более терпеливым то есть вот эти вот качество они вам не не свойственны и вы чтобы четко определили результат здесь такое ощущение что может быть вы шаги то и просчитывается да но до результата как-то вы не доходите и это очень сильно вас раздражает поэтому мне показывает вот это вот ваше дыхание какое-то вот ну она не гармоничная она не ритмичная то есть вы как будто бы очень долго разгоняетесь и когда получаете результат вы на нем быстро ну то есть нет удовольствия от результата вы на нем долго не застаиваетесь вы начинаете заново планировать ну допустим я не знаю получили хотите допустим реализовать какой-то свой проект да все сделали все необходимое реализовали вместо того чтобы наслаждаться вы сразу как-то вот перепрыгиваете этот этап удовольствие до наслаждение вы как будто бы сразу идете в другой этап ну вот вы перескакиваете вы не находитесь в должное время и не получаете необходимый вам опыт от результата то ли вы его недооцениваете то ли вы считаете что само собой разумеющиеся то ли вы не привыкли обращать внимание на результат а именно непосредственно на сам процесс вот здесь вот вам результат очень важен по какой-то причине что что вам делать и мы на этом закончим ну во-первых перестать хитрить обманывать себя касательно своего мастерства да здесь вот это вот ощущение что я недостаточно недостаточно хорош недостаточно умею недостаточно знаю недостаточно получаю и так далее и так далее вот восьмерка педакли она как раз кином и подтверждает то что я говорила ранее это ограниченная энергия которая направлена точечно на реализацию чего-то вот восьмерка педакли она нам показывает человека который отчеканил 7 педакли да он их выл в этот выставил в ряд и вот работает надо 8 то есть он это делает в удовольствие причем однообразную такую работу одно и то же одно и то же и ему это в удовольствие то есть и он понимает что не нужно бежать за каким-то результатом здесь вопрос времени в вашем случае и результаты да он как-то вот взаимосвязано чувство что вы все время куда-то бежите 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 что-то делаете вот и не не понимаете что то чего вы уже достигли то есть вы не видите это здесь вот какой-то вот обман связан с этим да какая-то хитрость хитрости связаны с тем что вы не понимаете как работает вот это вот вот здесь вот дыхание да какая-то духовность вот вам не хватает понимание духовности что вопрос все таки не не в получении того к чему вы стремитесь а вот именно в наслаждении непосредственно вы как будто бы очень много вкладываетесь во что-то что-то делаете но как-то то как вы делаете да в этом нет смысла какого-то для вас очень важно здесь чувство что вы делаете подмену понимаете вам внутри себя как будто бы не хватает каких-то глубоких осознаний каких-то духовных понимания не знаю законов возможно до мироздания как все устроено какой-то глубины вам не хватает здесь и вот вы ее стараетесь нащупать да и но вы не видите то есть здесь есть какие-то определенные что шаблоны вот как вы в детстве что-то узнали в детстве как что-то увидели и вот какая-то иллюзия не знаю к примеру приведу да что с детства допустим мечтали я хочу поехать там я не знаю куда-то отдыхать в какую-то страну куба аргентина неважно у кого что и вот вы с детства мечтали реализовать эту мечту и вот вы работаете работаете и вы в процессе да прошло уже очень много лет вы бы давно могли накопить денег чтобы поехать но вы как будто бы вот просто держите мечту ради мечты чтобы как-то действовать но при этом вы совсем забыли что жизнь проходит не хватает здесь какой-то духовности я имею ввиду знаете что понимание цель смысл ради чего для для чего вы все это делаете даже вот эти вот деньги которые вы куете которые вам казалось бы они дают вот эту безопасность какую-то подушку безопасности стабильность для чего это все здесь нету какого-то вот этого вот понимания понимаете у вас может быть много денег у вас может быть все что вам хочется но внутри нету вот это вот чувство скорее всего способности радоваться этому что ли вот какой-то искры нету понимаете духовные искры когда не знаю человек странник идет по пустыне и он долго ждет этот оазис чтобы напиться и вот он подходит он держит в руках вот воды и он преподносит приносит губам да подносит он подносит губам и вот он радуется он счастлив вот а у вас у меня знаете какую картинку показывает нет вы забираете эту воду да подносите губам и казалось бы что вы хотите напиться и вдруг неожиданно эта вода превращается в песок понимаете и вы не можете удалить свою жажду вроде бы вы видите это все и вот здесь вот все что с вами происходит это связано с этим и как-то это сигареты они когда вы курите они как-то вам вот это вот удовольствие что ли они вам вот это наслаждение дают каким-то образом не знаю я не могу больше ничего сказать по этой позиции она очень запутанная для меня я не могу в ней разобраться но я надеюсь что вам будет понятно о чем здесь шла речь напишите пожалуйста я читаю комментарии я обязательно поставлю вам лайк почитаю и поставлю лайк на этом я с вами прощаюсь до новых раскладов пока пока пока